здравствуйте друзья я сегодня еду в другом автомобиле не знаю заметно ли это вам но я как бы хорошо ощущаю разницу автомобиль меня называется ford fusion и еду я за рулем потому что 100 этого автомобиля потому что свой как бы обычный я оставил сегодня на ремонте не то что на ремонте но вот там по продавлю продавлены у меня там две дверки так получилось по мне так бочком потерлась и помялись две дверки и покрасить надо будет в общем такое дело машину я вчера взял заблаговременно в рент и она пахнет невероятно на машине было в тот момент 20 миль представьте себе 20 миль то есть даже вот когда новую покупаешь в дилершипе из-за того что может быть там пару раз там ее кто-то уже брал там на тест-драйв там уже будет больше в общем я не помню приходилось ли мне когда-нибудь водить автомобиль на котором всего 20 миль при том что я последние 20 лет покупаю только новые автомобили ночью странное ощущение приятно приятно да я думаю что я у этого автомобиля первый водитель то есть в рент в рентовке его еще никому не давали вот поэтому такое вот ощущение первопроходца машина симпатичная и ну по-моему она довольно тихая тут есть место для камеры так она вполне нормально умещается на подставочке вот моя gopro что еще сказать здесь нету насколько я понимаю да здесь нет навигатора но такой есть небольшой экранчик тем не менее на котором масса всякой полезной информации выводится в общем хорошо хорошо чувствую себя комфортно и с точки зрения именно движения вот там торможение там ускорение и так далее такое ощущение что я не выход не выходил из своего лексуса никуда что это вот все то же самое больше народу на дороге сегодня это не потому что день такой а потому что время ранее я обычно позже еду на работу а так чтобы там быть денег 10 30 но сегодня я должен приехать раньше потому что урок у меня с утра еще одна группа так получается что две группы начались почти одновременно вечерняя в понедельник и сегодня среда вот сегодня дневная группа экспресс экспресс для местных три раза в неделю собираются вот тоже буду им сегодня давать что называется хард тайму чтобы занимались чтоб старались чтоб там дурака не валяли потому что у них по многих такие уже настроение знать как вроде жизнь сделана там в класс попал дальше сама кривая куда-то вывезет нет кривая сама не вывезет так что вот я буду рассказывать что надо заниматься из того что происходит в стране значит что происходит приближается дата когда в конце недели когда фед должен определиться с повышением или не повышением ставки процентный и много высказываний борьба такая она как бы не то что борьба но скажем так обсуждение полемический задор так назовем ну там не только полемика там на самом деле они экономические данные всевозможные приводит невероятное количество мнений и надо сказать что все они интересные вот то что мне удалось почитать за вчерашний вечер и сегодня с утра и так пробежался там новый народ подключается и так они с разных сторон смотрят и действительно из того что от меня привлекло тенденции что ли современной экономики вот последних лет отличаются от того что было раньше и одно из рассуждений феда что нужно повышать ставку состоит в том что они опасаются инфляции то есть у них как бы есть заявленная величина инфляции это два процента больше которой они не хотят хотя надо сказать что последние годы инфляция существенно меньше чем два процента и и они боятся инфляции обесценения денег значит от чего бывает инфляция то есть с их точки зрения и как бы исторически так всегда получалось что когда экономика оживает начинается конкуренция за рабочую силу вот сейчас например безработица там пять и одна процента такого плана это не то же самое что было десять там когда-то я помню на самом деле когда было два с половиной так лет двадцать пять назад но не двадцать пять какое-то время до 20 но это уже совсем жор такой на раб силу идет это уже плохо потому что тут это к беде но тем не менее они говорят пять процентов безработицы хорошо это значит что мы приближаемся к ситуации когда начинается конкуренция за рабочую силу это значит что людям надо больше платить за ту же самую работу просто потому что их не хватает этих людей соответственно вот тебе инфляция вот она с этого начинал она всегда с этого начиналась так как бы исторически вот не хватает людей стали больше платить обесцениваются деньги и пошло поехал но тут есть как бы два соображения по этому поводу которым мне интересным показались значит первое соображение в журнале экономист вчера так там сравнивали две две крайности одна крайность что вовремя не подняли интерес и пошла какая-то инфляция и другая крайность что преждевременно подняли и загнали экономику в такой застой можно сказать и сравнивать по последствиям и говорят что на самом деле риск оказаться в застое по последствиям настолько более тяжелый и не симпатичный там и так далее что уже хрен бы с ним ну так ну так будет инфляция немножко больше это легко регулируется это быстро и ничего там такого страшного нет в общем есть такое соображение и в блумберге сегодня очень интересное рассуждение почему такая тенденция вот не к росту цен а к снижению и они пишут про технологии они пишут про да а технологии это ведь не только допустим вот это вот ойл фрекинг когда дешевая нефть получается дешевле это еще например доставка вот амазон они там как раз про амазон рассуждают что меняются технологии и соответственно снижаются расходы теперь потому что ты можешь какие-то вещи делать в интернете которые раньше надо было прийти надо было содержать там я не знаю розничные предприятия розничной торговли и так далее сейчас ты можешь содержать только например склад а дальше по почте рассылать ну и так далее то есть да и почтовые почтовые службы вы не все эти как продвинулись за это время там на глазах просто все это происходит и как бы говорят они в Глумберге не уже сложно ориентироваться на 2% инфляции как вот на такую цель в современной экономике потому что в современной экономике за счет технологий вот эта тенденция к снижению стоимости она гораздо более сильная чем была в экономике такой предшествующей то есть сейчас как как бы такая информационная экономика а до этого была такая больше производственная так что много интересного знаете и мы не знаем что решит фед мы не знаем будут ли какие-то от этого последствия реальные или пока просто разговоры все но во всяком случае это на сегодня самое такое обсуждаемое что ли из того что вот я могу наблюдать там может может быть еще что-то обсуждают я не знаю я как-то больше за экономической жизнью так вот в экономической жизни это пока что самое такое обсуждаемое дело вот на сейчас вот такие у нас пока новости так действительно медленно идет прямо меня не устают спрашивать вот про этот светофор к которому мы сейчас подъезжаем зачем светофор если там нет перекрестка или что-то но очевидно вот на самом деле что две полосы сливаются в одну и этот светофор как бы убирает соревновательность из этого процесса то есть он говорит ты езжай теперь ты езжай ты езжай теперь ты езжай так это на самом деле достаточно распространенная такая штучка это часто встречается а вот уже там чуть подальше мы должны будем строиться в фривей да ну какой есть небольшой маленький такой фривейчик хайвейчик да нормально встраиваемся видите как без хулиганства без экстрима так встали себе и поехали ладно друзья я значит отправляюсь на урок сколько сейчас времени это 9.16 я достаточно рано да 9.16 я надеюсь минут за 10 доехать до офиса вот и приступить к боевым действиям сегодня у меня такой день когда мне надо будет пораньше уйти есть некоторые дела за пределами офиса сразу несколько дел набежало что интересно у меня и завтра тоже урок с утра вот такая можно сказать лавина поперла а завтра есть группа которая заканчивается и я у них веду занятия про поиск работы недавно тоже вел в другой группе и надо сказать очень огорчительно что половина народу вообще задумайтесь значит как жизнь устроена половина народу не приходит на занятия по поиску работы они просто его игнорируют у них есть другие дела важные совершенно не до этого такая мелочь такая ерунда это же каждый знает они просто не ходят да не знаю что с этим делать в общем такая вот интересная штука счастливо!